Мы часто здесь проезжаем. Раньше это здание было разрушено полностью, обветшалое. Сейчас смотрю, как-то стали его восстанавливать. Я сейчас восстановлюсь и расскажу вам про это здание. Алтановас, да. Улица Алтановас. Итак, Юра припарковался здесь. Он пойдет в те здания, где краски. Пока он ходит, я вам расскажу то, что знаю. Это тихая улочка Алтановас. Такие доходные дома. Пока не заселены, лишь реставрируются. Птицы поют. Я хотела с той стороны подойти, но вряд ли получится. А хочу вам показать вот такое историческое место. Усадьбу Блока. Блока-мыжиня. Посмотрите, какое прекрасное здание. Сейчас я попробую вот так вот увеличить. Он построен был в первой половине девятнадцатого века. На обочине Елгарского шоссе, которое сейчас в Вене возглавляет. На земельном участке, который принадлежал владельцу гостиницы. И бортелю Шайбесу. Снимать из-за забора. Так вот, в 1841-43 годах Шайбы построил одноэтажную деревянную усадьбу в стиле классицизма. Вот здесь сейчас детский сад, но тоже была территория усадьбы. Вот в стиле классицизма, значит, и было построено здание мастером-каменщиком Нейманисом и плотником Мендельсом. А рядом был построен еще один дом и разбит сад. В 1857 году поместье приобрел армейский капитан российской армии Эдуардс Блок, в честь которого впоследствии было названо поместьем. А в 1894 году уже в этом здании была открыта аптека. Она существовала до прошлого века 37-го года. В начале прошлого века здесь были построены на территории имения два маленьких жилых дома. А в 1930-е годы постройки были в очень плохом состоянии. В них проживал лишь один владелец усадьбы блока Беншан. Вот. И реставрация усадебного дома проводилась в 1952 году, в 1954 годах. В здании располагались административные помещения, также мастерские реставрационные. Вот. И также реставрация еще раз прошла в 1963 году. Вот. И приспособили здание к нуждам библиотеки. Уже не аптеки, а библиотеки. Долгое время здание стояло заброшенным. Одноэтажное деревянное здание. Имеет четырехскатную крышу с карнизами. Ну вот плохо видно, потому что далеко. Вот. Фронтон треугольный в центре. Вот. С большим полукруглым окном. Если видно будет отсюда. Нет. Липы закрывают. Вот. Колоннада в галерейном стиле. И колоннада охватывает все три стороны здания. Вот. А с этой стороны, со стороны двора, входной портик с балконом. Возможно, сейчас будет видно. Вот. У здания сменилось множество владельцев. Но сейчас, как я уже сказала, похоже, взялись за реставрацию. Вот. Уже и крыша в черепице. Вот. Ставни на окнах. С той стороны сейчас посмотрим, тоже колоннада существует. Умеется мезонин. Вот. И видно полукруглое окно. Такая усадьба. Также были во дворе построены насосный домик. и галерея такая для отдыха типа веранды. Нету сейчас ничего, но существует. Остался лишь домик, который кому-то приглянулся, который кто-то купил. Потому что его продавали. Продавали в плачевном состоянии. Раньше у дома были водосточные эти трубы. В виде драконов спускались. Сейчас заменили, видимо, на современные. Сейчас мы посмотрим это здание со стороны Вени-Вазгатвы. То есть бывшего Елгавского шоссе. Да, забор, конечно, желает быть отреставрированным. Вот такая колоннада. И можно в ненастную погоду прогуливаться под крышей на свежем воздухе. Итак, мы обходим со всех сторон. Видите, обыкновенные водосточные трубы стали. А были такие окончания в виде драконов. Взорные, красивые. Вот она Вени-Вазгатвы. Вот такой вид с этой стороны фасада. Да, все закрыты окна. Уже новый ящик провешен. Значит, здесь кому-то уже принадлежит. Это здание продавалось и продалось. Старые-старые липы. Да, сколько ж им лет. Такой красоты здание. Безонинчик такой. Да. И вот с трех сторон, а вон и виден вдали храм. Мы в нем гуляли с вами по подворью. Сейчас мы посмотрим с этой стороны. Вот такая усадьба. Да. Красота. Спасибо вам, дорогие мои друзья, за совместную прогулку. Совместную поездку. Вот такая она Вени-Вазгатвы. Она начинается от той Йолгаус и продолжается до Юрмольской дороги до Ульмана-Гатвы. Там с правой стороны будет детская больница. Так. И кругом по всей, по обеим сторонам насажены деревья. В основном липы. Красота. Красотища. Спасибо. Спасибо, усадьба, чтобы оказалась нам в таком виде. А то обычно проезжали, все время была обречалая.